Другим темам. На смену телефонным аферистам пришли интернет-мошенники. В последнее время жители округа все чаще становятся жертвами онлайн-преступлений. В основном горе-покупатели попадаются в ловушки так называемых сайтов-двойников. Впрочем, далеко не все в подобных ситуациях теряют бдительность и, соответственно, собственные деньги. Подробности в материале Ивана Кутейникова. Сергей Крымов решил приобрести автомобильный планшет. Нужную модель нашел на одном из интернет-сайтов. К товару предлагалось несколько приятных бонусов, да еще и 50-процентная скидка. Сделал заказ. Причем мужчину заверили – опись вложения будет. Через некоторое время пришло оповещение, что посылку можно забрать на почте. Правда, при получении товара пенсионер сразу заподозрил неладное. Что я обратил внимание, когда на почту пришел? Во-первых, описи нет раз. Второе, этой девушке на почте говорят, тут обратного адреса нет, а до востребования. Вот счета именно нет, куда деньги пересылать. Третье, разница в весе. Ну, там, где грамм 50, но все равно разница есть. И завышена немножко оценка. Я говорю, а описи есть? Нет, описи нет. Я говорю, могу я вскрыть и посмотреть, что там? Ну, говорит, тяжело платить, такие правила, видимо. Но я говорю, тогда нет сомнения. Ну, я, давайте еще, она может лежать? Может. Давайте я подожду с командировкой, приеду. Сотрудники почты порекомендовали пока посылку не забирать и не оплачивать. Сергей Крымов сразу же обратился в полицию. Впрочем, по словам стражей порядка, установить интернет злоумышленников крайне непросто. Для этого требуется целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. И, соответственно, очень много времени. Поэтому по горячим следам такие преступления, к сожалению, очень трудно раскрыть. Поэтому ОМВД России по Ненецкому автономному округу рекомендует жителям при заказе и покупке товаров в интернет-магазинах пользоваться проверенными. Значит, быть внимательными при оформлении заказа с целью избежания регистрации на сайтах-двойниках. А также при возникновении сомнений в почтовых отделениях при получении посылки не получать ее и не оплачивать наложенный платеж с целью сохранения своих денежных средств. Сотрудники почты рекомендуют, в подобных ситуациях всегда в первую очередь необходимо обращать внимание на опись вложения. При ее наличии можно тут же открыть посылку и сравнить, соответствует ли заказ ожидания. Если нет, от выкупа посылки стоит отказаться. Будет составлен акт о том, что клиент подтверждает несоответствие товара. Это единственный способ себя обезопасить, чтобы не было каких-то потерь денежных средств, нервов и так далее. То есть, если вы хотите, допустим, заказать посылку, вы должны, во-первых, удостовериться в том, что у вас отправитель, добропорядочный человек, соответственно, он должен вам будет предоставить рэк-номер. Но те ссылки, которые зачастую идут в интернете, то есть по звонку придите, получите, срочно заберите, то есть это уже является как бы навязыванием продажи своего товара посредством почтовой связи. И специалисты почты и сотрудники полиции отмечают, что случаи интернет-мошенничеств в регионе в последнее время участились. И далеко не всегда жители округа проявляют бдительность. Но в целом за 2018-е наблюдается снижение общего количества преступлений, связанных с мошенничествами, в том числе и телефонных. А значит, регулярная профилактическая работа с населением дает результат.